МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли попасть пулей в летящую пулю? Нет, скажете вы. И, наверное, будете правы. Попасть ракетой в летящую ракету – задача такой же степени сложности. Но она была решена еще в середине прошлого века. Продолжение рассказа о первых советских системах противоракетной обороны в фильме «Оружие». Первые пробные пуски немецкой баллистической ракеты А-2 были успешно произведены в 1934 году. В тот момент лишь самые неисправимые оптимисты верили в блестящее будущее этого боевого средства. Тем не менее, ракеты быстро превратились в оружие стратегического значения. Уже через 10 лет оружие возмездия, Фау-2, обрушилась на города Великобритании и цели на территории континентальной Европы. Первое соединение ракетных войск было сформировано в Германии 1 декабря 1943 года, а 8 сентября 1944 года лондонский район Чизвик содрогнулся от удара немецких баллистических ракет. Запускались Фау-2 со стационарных защищенных позиций и с помощью подвижных комплексов. Несмотря на все несовершенство самих ракет и пусковых установок, этот вид оружия оказался практически неуязвим. За те полгода, которые велось ракетное наступление Германии на союзников, с 8 сентября 1944 по 23 марта 1945 ни одна Фау-2 не была уничтожена на старте и в полете. И это, несмотря на подавляющее превосходство союзной авиации в воздухе. Ракетным наследием поверженной Германии воспользовались победители. В первые послевоенные годы на базе немецких разработок США и СССР создавали собственный баллистический меч. Эти работы велись так энергично и с таким размахом, что уже к середине 50-х годов обе стороны обладали крупным потенциалом ракетного нападения. Геостратегическое положение Советского Союза определило настоятельную необходимость в создании противоракетного щита. В начале 50-х эта задача стала особенно актуальной. Американские баллистические ракеты средней дальности, вооруженные ядерными боеголовками, могли достигать территории СССР с военных баз в Европе. Игнорировать такую угрозу советское руководство не могло. Однако задача создания системы противоракетной обороны долгое время выглядела неразрешимой. Ведь баллистическая ракета летит со скоростью нескольких километров в секунду и выходит в открытый космос. Ее небольшая головная часть может появиться с любого направления. Перехват такой цели – невероятно трудная проблема. Крупнейшие советские ученые-конструкторы Сергей Королев, Мстислав Келдыш, Александр Расплетин были убеждены в невозможности создания эффективной системы ПРО. Но конструкторский коллектив, которым руководил 36-летний Григорий Кисунько, взялся за решение этой задачи. Кисунько Григорий Васильевич – генеральный конструктор первой советской противоракетной системы, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-лейтенант. Годы жизни – 1918-1998. С самого начала работы стало ясно, что система противоракетной обороны будет гигантским по сложности техническим комплексом. Вначале радарная станция дальнего обнаружения, которая контролирует космическое пространство, должна обнаружить цель. После этого она производит захват цели и ее автоматическое сопровождение. Координаты передаются в электронно-вычислительный комплекс. После обработки данных в работу включаются локаторы точного наведения. Они наводят противоракеты на головные части баллистических ракет и уничтожают их. Особую проблему представляла разработка электронно-вычислительного комплекса. Аналоговые машины не могли решить такую сложную задачу, как перехват баллистических ракет. Требовалась высокопроизводительная цифровая ЭВМ. К середине 50-х годов профессором Лебедевым уже была создана такая машина. Ее сконструировали позже американской цифровой системы. Однако, в отличие от своего заокеанского аналога, ЭВМ Лебедева имела полноценное программное обеспечение. На ее основе и была построена вычислительная станция М-40, ставшая мозгом системы противоракетной обороны А. Много усилий пришлось потратить на расчет траектории полета и состава боевой части противоракеты. Конструкторы долго спорили, пускать ли противоракету в догонку баллистической цели или вести ее встречным курсом. После проведения нескольких экспериментов остановились на последнем варианте. На противоракете, кроме осколочно-фугасного, планировалось установить компактный ядерный боеприпас. В случае массированной ракетной атаки это позволяло одной противоракетой уничтожить сразу несколько баллистических целей. После того, как все части будущей системы А были воплощены в опытных образцах, специалисты головного производственно-технического предприятия Гранит приступили к их стыковке и наладке. Что касается объекта РКО ракетно-космической обороны, основные объекты созданы были при головной роли ГПТП как головной монтажной организации. ГПТП и предприятия, которые были созданы во времена Советского Союза. И таких предприятий было шесть. Это в Рязани, в Николаеве, в Одессе, в Владивостоке, Алмаке, Ленинграде. Эти предприятия в свое время занимались монтажно-строчными работами на всех объектах ракетно-космической обороны. В декабре 1957 года страны-участники НАТО согласились разместить на своей территории новейшие американские баллистические ракеты средней дальности Тор и Юпитер. Через год установка этого оружия на американских военных базах в Турции, Англии и Италии была завершена. Таким образом, баллистические ракеты с ядерными боеголовками могли в кратчайшее время достичь территории СССР. Угроза была абсолютно реальной. Тогда, в разгар холодной войны, мало кто сомневался, что американцы способны развязать ядерную агрессию, тем более, что им это ничем не грозило. Территория США из-за своего географического положения по-прежнему была неуязвима. А ответный ядерный удар Советский Союз мог нанести лишь по американским союзникам в Европе. В этой ситуации руководство СССР потребовало скорейшего завершения работ над системой противоракетной обороны. Испытания системы А велись на специальном полигоне, расположенном у озера Балхаш, недалеко от железнодорожной станции Сары-Шаган. Это был один из самых засекреченных объектов на территории Советского Союза. Пробные пуски противоракет с наведением на баллистические цели долгое время не давали положительных результатов. Причина неудач заключалась в низкой надежности комплектующих элементов. В связи с этим даже поднимался вопрос о полном сворачивании работ над противоракетным проектом. Но Григорий Кисунько стоял на своем. Задача может быть решена. И после нескольких лет упорного труда 4 марта 61-го года было зафиксировано первое уничтожение противоракетой баллистической цели. Противоракета В-1000 была создана коллективом конструкторского бюро под руководством Петра Грушина. Она состояла из двух ступеней. Первая твердотопливный стартовый ускоритель, вторая маршевая ступень с жидкостно-реактивным двигателем. В-1000 сближалась с целью на встречном курсе. Противоракета В-1000 длина 14,5 метров стартовая масса 8700 килограммов максимальная скорость полета 1500 метров в секунду максимальная высота перехвата цели 28 километров боевая часть осколочно-фугасная и ядерная. Головка самонаведения тепловая. Произошло то, во что не верило абсолютное большинство представителей советской научной элиты и военно-промышленного комплекса. Была решена задача исторической важности. Доказана возможность перехвата и уничтожения баллистической цели, летящей со скоростью более 3 километров в секунду, то есть создания системы ПРО. В США сумели повторить такой результат только через 23 года. Система А экспериментальная система противоракетной обороны. Дальность обнаружения целей 1200 километров. Высота уничтожения целей 25 километров. Состав радиолокатор дальнего обнаружения баллистических ракет. Три радиолокатора точного наведения. Станции вывода противоракет. Стартовая позиция с пусковыми установками противоракет В-1000. Главный командно-вычислительный пункт. Радиорелейные линии связи. И тогда Никита Сергеевич Хрущев в те годы председатель президиума ЦК КПСС заявил во весь мир, что наши ракетчики способны попасть в игольное ушко. Что для нас нет непреодолимых задач и любая задача связанная с доставкой и с поражением баллистической цели нашим ученым по плечу. Факт создания первой противоракетной системы трудно переоценить. Благодаря титанической работе конструкторов свершилось то, во что не верили ни ученые уровня Королева, Расплетина и Келдыша, ни большинство представителей ВПК. которые называли коллектив Кисунько детским садом. ВПК. 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 ВПК.